Та-дам! Ребята! Рубрика Ответы на вопросы Я сегодня снова бледненькая Так Так, так, так Вот еще страничка Которая у меня осталась Я тут допечатала С прошлого раза Ага, вот Поехали! Галина Агуля, рубрика Вопросы и Ответы Юля, у вас в городе есть фонтан? Этот вопрос я задала Лене Потому что мне стыдно, короче, я не знаю Один, мама, фонтан, но он Работает только летом И то, по-моему, прошлым летом он не работает Но он маленький Возле магазинчика у нас есть фонтан Так Еще у нас есть, раньше был фонтан Большой, но он, по-моему, тоже не работает Короче Татьяна Бейкер Юля, а может бабушки глухонемые? Это которые на лавочке сидят? Нет Не глухонемые Я слышала, как они разговаривают и общаются между собой Ирина Н, доброе утро Приветик, маникюр красивый Да, ребята, у меня красивый маникюр И Сергею прям нравится, что он такой, ну Как я называю, телесный Как природный цвет Ну почему же это мой натуральный цвет? Так, маникюр красивый Я по роду своей работы делаю всегда светлый маникюр Почти часто бесцветный А сколько по времени делается маникюр? Моя мастер делает полтора часа Не обращай внимания на бабушек, они такие Я маникюр делаю где-то три с половиной часа Вот так вот Ну мы просто с Наташей много болтаем Ля-ля-ля-ля-ля-ля Мы много болтаем Я прихожу не только на маникюра поболтать Так, дальше Ирина, Ирина Юля, хочу спросить А вам самой нравится, когда рядом чавкают? Есть одна поговорка Мне мама ее говорила Не все модное и красиво По-моему, эти новшества полная невоспитанность Нравится ли мне, когда чавкают? Ну кто чавкает, пускай кушает себе на здоровье, значит ему вкусно Я не считаю, что я сильно как-то уж чавкаю Может быть, я не права Я сильно вот так вот чавкаю Чавкает это когда, ну Я бы вам показала, как чавкает на самом деле Можно чавкать Но я так не чавкаю, нет Я очень даже культурно В любом случае можно промотать и не смотреть Я ж никого насильно не заставляю Так, Иннака Доброе утро, приветик Вопрос в рубрику Помните ли вы ваш первый доход от канала И вообще от чего зависит прибыль Если не секрет, сколько получаете в месяц от канала Самый первый доход от канала я помню Конечно, мы помним Это мы заработали 30 центов 30 центов Мы такие, нам за месяц пришло 30 центов Мы такие, нифига себе, 30 центов Офигеть, мы что-то заработали Деньги решили, так непривычно Что такое? Вот, это первый заработок был Да, это, конечно, классно От чего зависит прибыль? Я уже не раз рассказывала И это, ну, правила, они общедоступны На YouTube прибыль зависит от просмотра рекламы Есть рекламодатели, которые дают рекламу Которую размещают в ваших роликах Это реклама разная В зависимости от контента То есть, от темы рекламы То есть, пускай это будут автомобили Или какая-то шоколадка Или реклама одежды Это все разная цена за рекламу Если, допустим, кто смотрит, да? Зритель рекламу просмотрел Ну, там нужно просмотреть не менее ее 30 секунд Там разные виды есть рекламы Допустим, или перейти на нее Потому что есть там такие баннеры, которые всплывают На них перейти нужно И там какое-то время поприсутствовать Либо просмотреть без пропуска рекламу Есть полностью нужно просмотреть Ну, они там разные, их много видов А есть такие, что нужно в течение 30 секунд Вот просмотрел рекламу Все, тебе упало там 3 цента, допустим Ну, то есть Вот так вот От этого и зависит Если не секрет, сколько получаете в месяц от канала? Секрет Секрет Я даже, если честно, не знаю, например Сколько у меня мама зарабатывает Сколько брат и сестры зарабатывает Это как бы вопросы личного характера Если я назову сумму Там кто-то скажет, покрутит у виска Например, блин, такие копейки зарабатываете Идите лучше работать Зарабатывайте больше А кто-то скажет, ух, нифига себе Много зарабатываете и так далее Ну, то есть Есть зависть, а есть еще что-то и так далее Поэтому такое я не скажу Не скажу Ну, я говорю честно Дальше Аня Дударева Или Дударева Простите, если неправильно читаю фамилию Юлечка, скажите А рекламы вы сами в видео вставляете? Уж слишком их много Там можно самим вставлять Можно, чтобы Ютуб сам вставлял Я иногда вставляю сама Но я знаю, что иногда много реклам Сейчас на Ютубе Какие-то новые Как-то по-другому стало Я, допустим, ставлю вот рекламу И очень часто Вот вы замечали Я тоже, когда другие блогеры смотрю Очень часто Раньше такого не было Допустим, там пошла реклама Вот там появилась кнопочка пропустить Там, допустим, я нажала И тут же идет вторая реклама Прямо за ней сразу И видео даже еще не началось Бывает по две, по три рекламы сразу Ну, чаще всего по две Это сам Ютуб Я ставлю одну рекламу Хоп Я включаю видео А их там две стоит А я их две подряд не ставила Понимаете? Как-то еще плюс Ютуб добавляет Там свои какие-то Своя какая-то система Так Леся Пилипенко Юля, привет Привет А ты кофе пьешь? Если у тебя низкое давление Пей кофе по утрам Кофе я не пью Это не мой напиток Ну, я Блин, сказать вам причину Или что, да? Раз я же такая откровенная Я кофе не пью Чистый кофе Вообще категорически не пью Ну, растворимый или заварной Категорически нет Если я хочу То я могу выпить Вот типа мак-кофе Вот эти вот там Три в одном Да, вот такие вот штучки В пакетиках готовые И тот Сам видите Я редко пью Если мне выпить чистый кофе У меня не воспринимает Для его желудок Ну, как вам сказать Дисбактериоз Или как? Ну, не знаю Короче, почему-то Не знаю Он на меня так действует Ну, вы поняли, да? Так Или как? Диарея? Короче Аж я такое рассказываю Ну, вы поняли Не подходит мне кофе Не могу Так, дальше Я потеряла Ага Марина Тимощенко Юлечка А у Ласы детки были? Ходит Ласуня Ходит ли Ласа на улицу? Детки были Да, два раза она у нас Рожала деточек Всех мы раздавали Ну, бесплатно просто раздавали Объявления создавали Люди приходили, забирали Ходит ли на улицу? Нет Она улицы боится Мы летом Раньше вывозили ее на дачу Этим летом, кстати Ни разу не вывозили Ее Вы что? Она вроде как В подъезд Всегда, когда дверь приоткроешь Вроде нюхает И хочется посмотреть А что ж там за этот цар Только стоит Мы вот на дачу В прошлом году ее брали Это ужас, ребята Все Она вот так Она хочет домой На свою квартиру Она страшно боится Ее невозможно вынести В машину посадить Вот так вот Будешь весь исцарапан Весь, я не знаю До крови И мы в прошлый раз Последний раз Когда мы ее вывозили Мы были в шоке Короче, прицепили Надели на нее поводок Который На мелких собак Ну и для кошек его используют Который прям на грудку Так Получается здесь На верхней части На животике И сверху Защелкивается на поводочек То есть, чтобы не на шею Не задушилась А на грудной Или как называется Такой Вот Прицепили Все Да, это ужас Мы не смогли А у нас еще тамбурная дверь И тамбурная дверь Изнутри такая Знаете, как раньше Была типа Обита Что-то Обивка мягкая Там и сверху С кнопочками С такими Короче, она запрыгнула За эту дверь Зацепилась Вот так Невозможно оторвать Это ужас Она на улицу Не выйдет Ни в коем случае Это был последний раз Когда мы ее так вот Насильно увозили на дачу Она боится Короче, сильно Она домашняя кошка Хотя родилась на даче На природе На свежем воздухе Но мы ее маленькой Забрали Домой в квартиру И все Она боится Так Вероника Никитина Юль, все время удивляюсь Как ты гречку без соуса ешь На сухую Я так не могу Наверное, потому что любишь Да Вот что-что Гречку я почему-то С детства обожаю Я могу ее просто Вообще без ничего Без масла Без всякой там Подливки Соусов Просто так вот есть Просто на сухую И мне классно Обожаю гречку Так Ну и говорят Она вроде полезная Да Следующая страничка Стасия Соколовская Привет артисты Приветик Хорошего дня Красивый маникюр Такой яркий Вопрос в рубрику А вы были в столице В Киеве? Сергей был По работе Несколько раз По-моему Как он мне рассказывал Вместе мы с ним Не были в Киеве Никогда И я была один раз Ездила с родителями Мне было Наверное Лет может быть Тринадцать Нет Нет Не тринадцать Лет четырнадцать Мне было И мы ездили С родителями Были на экскурсии Ну сами С семьей Ходили в Киево-Печерскую лавру Очень Очень понравилось Очень классно Когда-нибудь Может мы Нашей семьей Вместе Съездим Обязательно Там очень классно Ходили вот эти вот пещеры То-сё Вот это вот Мне понравилось Впечатление Церкви там Такие красивенные Впечатление Просто Ну не церкви Как они называются Соборы Ну вы поняли Классно Так Наталья Богомолова Так Ребята Здесь Стихи Слова На мотив Песня Электрички Алены Апиной Наталья Я Я попробую Я попробую Потому что Я читала Уже пробовала Без вас Репетировала Короче То здесь Не хватает Во втором Куплете Строчки Не хватает И что В первом Что во втором Куплете Не хватает Там еще Вставка Есть Вот это вот Но нынче Плачу Порога Девчонка Не дотрога То здесь Нет этой вставки По мотиву Ну короче Как у меня получится Все Не ставьте мне Двойку Так Электричка Как она там В городе Осень Ага Юлю Сережу И Доню Лену Мы полюбили Самозабвенно К ним Их проведать Минуты радости Спешим Парарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар И тут должна быть ставка, но нынче плачу порога, поняла, да? Вот, а дальше идет припев, так, блин, сейчас я вспомню слова, он уехал прочно, ага, вот. Все проблемы прочь на ночной электричке, с вами день и ночь на канале и в личке, с вами хорошо и уютно и вкусно, для всех ребят позитив и уют. Так, второй куплет, с вами посылки мы распакуем, и бутерброды мы рассмакуем, ну и бризольки, ну в общем просто улет, пара-ру-рам-пам! Жизнь нас связала, канал артисты рулит и нас немало, мы все вас очень любим, без вас не можем, а, тут строчки не хватает уже, без вас не можем, ни дня. Все проблемы прочь на ночной электричке, с вами день и ночь на канале и в личке, с вами хорошо и уютно и вкусно, для всех ребят позитив и уют. Вот, ну вот так вот, спасибо и вам и мне, ну как смогла, прикольно, прикольно, классно. Так, Анна Горбань, сколько примерно тушить картошку? Это где я готовила, да, кто как назвал, говорит Юля, это блюдо называется бигус, кто-то пишет Юля, это блюдо называется солянка, как-то писали, потом Юля, это блюдо называется рагу. Ну, у меня это, я слепила из того, что было, не знаю, как точно, правильно, тушила я минут 20, наверное, но это уже вместе, когда с картошкой, с капустой, минут 20 тушила. Ну, там, капусту я не люблю, например, чтобы она была как квашня такая, да, мягкая, чтобы она чуть-чуть такая, можно ее оставлять недотушенной, оно даже вкуснее, хрустящее, на любителя. Вот, а картошку, что, открыли ножичком, посмотрели, если мягкая, то можно, не надо сильно прям переготавливать, потому что оно будет не целенькое, а будет кашло, каша, короче. Так, и последний вопрос. Катерина Леонидовна, Юля, вопрос, может не очень скромный, если не хочешь, не отвечай. А ты не думала пойти на работу на маме на место, когда она на пенсию пойдет? Только АЭС нужно привыкнуть, у меня муж работает больше 15 лет, то он говорит, что как в тюрьме, от звонка до звонка, не в обиду. Ну, почему, отвечу на ваш вопрос. Думала ли я пойти на маме на место, когда на пенсию пойдет? Нет. Во-первых, меня не возьмут, у меня нет образования, туда не протолкнешься. Нет, во-первых, у меня нет желания туда идти работать, потому что как в тюрьме, от звонка до звонка. Что же вы так ко мне? Хотите меня в тюрьму? Я не хочу, например, в тюрьму, а вы хотите? Нет, и я нет. Не надо так ко мне жестокими быть. Я бы ничего плохого не сделала, не хочу от звонка до звонка. Так, и на пенсию пойдет? Во-первых, образования нет у меня, даже если бы я хотела. Во-вторых, меня не возьмут элементарно по состоянию здоровья, я не прокачу. И у мамы работа, она очень-очень тяжёлая, и вредные условия, и так далее, очень тяжёлые. Ей осталось до пенсии ещё, ой, сколько она говорила, года полтора или два, что-то такое. Но она уже из последних сил, если честно, она много лет там работает, ещё с молодости, и просто сил нет, и здоровья у неё ни к чёрту, и во вредных условиях, короче, работает. И работа сама по себе очень тяжёлая, она просто приходит, она просто падает с ног, она просто варёная. Особенно летом, ой, это вообще жесть. Так что нет, и вообще, надо на станцию от звонка до звонка, нет, не хочу, извольте. Так, всё, ребятки, это все вопросы, пишите побольше вопросов, задавайте, буду отвечать. Всем спасибо, пишите, звоните, ставьте лайки, всё. Шамане, шамане. Субтитры сделал DimaTorzok